Рождественскую сказку, которую показали на сцене ДК «Чайка» ученики православной гимназии, для вас перескажет наш корреспондент Екатерина Клемешева. Добрая традиция. Шестой год подряд педагоги православной гимназии ставят со своими учениками рождественскую сказку. В этом году на сцене ДК «Чайка» показали Вовку в тридевятом царстве. Собрался полный зал цирителей. Пришлось даже устанавливать дополнительные сиденья. Вот этот спектакль у нас получился наполовину детский, наполовину взрослый. В общем-то, тема достаточно взрослая. И я думаю, что маленьким детям было интересно сами декорации, костюмы, персонажи, вот эта яркость костюмов, песни, танцы для маленьких детей. А для взрослых уже сам смысл сказки. Вовка в тридевятом царстве поучительная история. Главный герой, сын олигарха, путешествует по разным сказкам. Убежден, что миром правят деньги. Но жизнь доказывает обратное. В тридевятом царстве он встречается с разными персонажами, которым деньги не помогли стать счастливыми. Или наоборот, они счастливы и без сказочного богатства. Их истории, судьбы, трагедии меняют характер избалованного Вовки. Вовка понял, что деньги – не главное добро в жизни. И он понял, что любовь и забота – это самое главное. А деньги – это не очень главное. На деньги нельзя купить любовь. В спектакле были задействованы школьники, малыши из детсада и даже выпускники гимназии прошлых лет, которые сами выразили желание поучаствовать в творческом процессе. Вместе они показали художественный спектакль, в котором открывается простая важная истина. Сейчас привыкли все чуть-чуть другой сюжет увидеть, другую концовку. Трогательный, может быть, печальный конец, когда никто не ожидает. В общем-то, наверное, редкость. Хотя он все равно закончился хорошо, но я знаю, что весь зал был наполнен слезами. И все вот эта последняя сцена их очень тронула. Последняя сцена про маленькую девочку, которую злой отец отправил зарабатывать деньги. Вовке стало ее жалко, и он отдал ей свое богатство. Но отец девочки алчный и жестокий. Выгнал ее вновь. Заработала денег раз, значит, сможет и еще. Так Вовка убедился, что за деньги нельзя купить любовь. Екатерина Клемешева, Михаил Жуков, телекомпания Лобби.